Приветствую всех соотечественников, кто меня знает и не знает. Для тех, кто не знает, расскажу вкратце. Я разведчик-пулеметчик 174-го отдельного разведбата 150-й мотострелковой дивизии Порядин Иван Александрович, рядовой, позывной механик, автор канала Хроники Механика в Телеграме. Изобретатель многоцелевой артиллерийской платформы Козирог, который сейчас производится серийно и долбит врага, нанося ему поражение реактивными снарядами 122 мм, уже по всей линии фронта произведено более 65 единиц Козирогов, к Новому году будет 100 единиц и более, и так далее. То есть орудие внедряется в войска, активно применяется. Также разработчик дульного устройства Дронобой, которое позволяет сбивать дроны противника любого типа. Я имею ввиду квадрокоптерные, то есть мавики, фпв-дроны, бабы-йоги и так далее. Пацаны бьют на фронте успешно, набили уже много. Также являюсь разработчиком малой крылатой ракеты, но эта тема отдельная, мы в нее заглубляться не будем. В процессе разработки находятся средства защиты техники, бронетехники, а также гибрид между гранатометом ручным и дробовиком. То есть, по сути дела, крупнокалиберный, безоткатный дробовик, который не имеет отдачи, но выстреливает килограмм, полтора килограмма свинцовой либо стальной дроби на дистанцию 100 метров и более. То есть, как бы, разрабатываю, создаю средства, которые на фронте активно применяются, масштабируются быстро, производятся разными компаниями, там, и моей, и смежниками, и прочее, прочее. Спасают жизни наших бойцов, уничтожают противника. Работаю я честно, родине я предан абсолютно. Но в текущий момент, как бы, критическая ситуация возникла непосредственно касательно моей личности. Заключается она в следующем. Разъясняю. Осенью 2024 года, сентябрь-октябрь, командир нашей дивизии, 150-й, генерал-майор Терехин, начал разбирать разведывательный батальон, специальное разведывательное подразделение, отдельный разведбат, на куски раздергивать, которые начали передаваться в пехотные полки в качестве усиления. Тут же пошли потери ценных специалистов, двухсотыми, трехсотыми. Что, в принципе, такое вот разрывание рабочего боевого подразделения, которое многократно отмечалось с наградами разных уровней, на разных инстанциях, является, как бы, ну, очень сомнительным мероприятием. То есть, да тут даже просто нарушение работоспособности боевого подразделения, такого, это уже, в принципе, выстрел себе в ногу. Вот, в принципе, мы подчинялись, ну, приказ есть приказ, да, людей начали переводить, начали переводить мой расчет Козерога, наш, который у нас в батальоне присутствует. Вот, мы, в принципе, были готовы работать и в новых подразделениях. Но, так сложилась ситуация, что непосредственно от командиров батальонов 102-го полка, 150-й МСД, куда были переведены мои товарищи, начали поступать моим товарищам, а последствий и мне угрозы физической расправы и убийства. Конкретно звучали слова, и забьют от комбата, и забьют досеня палками, поубиваю, посажу в БМП, заварю люки и отправлю штурмовать Курахова. То есть, ну, не очень адекватное отношение командования, согласитесь, да, как бы к подчиненным, тем более к новоприбывшим подчиненным. На этой почве у меня возник острый, острейший конфликт с данными людьми, потому что, ну, не надо так относиться к личному составу, к солдатам, которые воюют. Тем более, там, мобики воюют два года уже с лишним. Да, к любому солдату так нельзя относиться. И, соответственно, острый конфликт мой перерос в то, что меня сейчас одного батальон вернули на место, то есть большую часть личного состава вернули по распоряжению вышестоящего командования, которое запретило так поступать в итоге с разведбатальоном, и людей вернули на места. То есть приказы о переводе отменили. К сожалению, возникли на этот момент уже погибшие, раненые, люди, которых не вернуть, ценные специалисты. Соответственно, все, батальон собрался обратно, но ввиду того, что у меня возник острый, крайне острый конфликт с лицами, которые угрожали конкретно, как бы, да, угрозами жизнью и здоровью, меня сейчас одного в срочном порядке, вот только что буквально пришло распоряжение меня взять и перевезти меня в тот самый 102-й полк, откуда из офицеров которого происходят угрозы жизни и здоровью. Я подчиняюсь, я выдвигаюсь туда, в расположение, где меня передадут в это подразделение. понимаю прекрасно, что в моей жизни и здоровье сейчас, как бы, имеется конкретная, очень существенная угроза, но, тем не менее, я от приказа не уклоняюсь и двигаюсь туда. Дальше, как говорится, будь что будет, надеюсь на вашу поддержку, если эта информация начнет расходиться по телеграм-каналам, посредством массовой информации, надеюсь на то, что здравые, адекватные люди, руководители в том числе, примут эту ситуацию во внимание и помогут нам с ней разобраться. И я надеюсь, я вернусь к своей работе, конструкторской работе, в которой я, несомненно, гораздо более ценен, чем где-либо еще. Воевать я не боюсь, я воевал на Изюмском фронте, Студенок, Богородичная, Еремовка, воевал в Маринке 8 месяцев боев нерывных, моя группа имела очень хороший результат, мы тогда были снайперы-пулеметчики, а потом на Бахмуте мое маленькое подразделение, которое там вокруг меня сформировалось, неформально доросли до того, чтобы стать артиллеристами. Уже 18 месяцев мой самый первый расчет Козерога долбит врага, учит другие расчеты, в других подразделениях уже больше 20 расчетов обучено на это орудие реактивное. Вот это реактивное орудие может оказать очень существенное влияние на события на фронте в будущем. Уже оказывает, а в будущем окажет еще более существенное. То есть это один из возможных ключей взломов обороны противника. Сейчас я поехал, всем большой привет, надеюсь, надеюсь на то, что разум восторжествует над мелкой мелкой местью, скажем так, руководством, того самого руководства, которое решило сверху, будучи в высоких званиях и погонах, отомстить нерадивому рядовому порядину. Ладно, всем всего доброго, всем свяло ясного и светлого. Уныние – самый страшный грех. Не унывайте. Всем пока.